В февральском номере журнала «Уральский следопыт» за 2020 год опубликована моя статья «История любви и победы». Эпиграф. На поле танки грохотали, танкисты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробетой головой. В гербе Свердловской области есть поистине судьбоносные слова «Опорный край державы» на алой ленте. Этот вариант герба области, единственного в России, долго обсуждался, но был утвержден. Во все времена, начиная с Петра I, Урал ковал для страны оружие и посылал своих лучших сынов на защиту Отечества. И они честно выполняли свой долг. В годы первых пятилеток на Урале, наряду со старыми демидовскими заводами, были созданы новые могучие заводы, такие как «Уралмаш» в Свердловске и «Уралвагонзавод» ОВЗ в Нижнем Тагине. В истории, о которой я хочу рассказать, отразилось уже далекое от нас трудное героическое время. На одном из юбилейных мероприятий, посвященных Дню Победы, проходившем в Екатеринбурге, я познакомился с уже не молодой интеллигентной женщиной, которой было что вспомнить о тех временах. Узнав, что я занимаюсь изучением военной истории, она рассказала о судьбе своей сестры, а при последующих встречах показала интересные артефакты и документы периода из 1941-1945 годов, принадлежавших ранее ее старшей сестре Анне. Это были миниатюрные фотографии молодого танкиста в гимнастерке с тремя алыми треугольниками младшего командира в петлицах и эмблемами танками, введенными в рабоче-крестьянской Красной Армии в конце декабря 1936 года. Фотография вставлена в старую бронзовую, еще дореволюционную рамочку. Вероятно, танкист сфотографировался при увольнении в запас, так называемая дембельская фотография, разбитый знак немецкого танкиста, миниатюрно-самодельная пудрица и прочие вещи. Ее сестра Анна родилась и всю жизнь прожила в Нижнем Тагиле, работала на одном из заводов. А когда в 1943 году началось формирование Уральского добровольческого танкового корпуса, она вместе со своим женихом Константином тоже решила вступить в его ряды. Но заявлений было подано очень много и их не взяли, хотя Константин ранее уже служил в срочную службу в танковых войсках. Хороший специалист он уже был и в тылу, им давали бронь, тем более работавшим на Урал вагонзаводе и в особенности на сборке танков, так нужных на фронте. Но пришел 1944 год и его призвали в армию и вскоре отправили в этот самый Уральский добровольческий танковый корпус на пополнение командиром танка. Можно сказать, он готовился пойти в бой на собранном, в том числе и его руками, прославленном танке Т-34. Константин был не женат, но тут же в Нижнем Тагиле у него была любимая девушка, которой, как вы догадываете, звали Аня. Перед уходом в армию Константин своими руками выточил и отхромировал миниатюрную, очень изящную пудреницу, на крышке которой было выигравено Аней от Кости, Урал, 1944 год. Краткая подготовка в тылу и вот эшелоны с танками и новым пополнением идут на фронт. Хотя Константин и отслужил срочную службу танкистам, работал на Урал в вагонзаводе и собирал своими руками танки и, что называется, знал свой Т-34 до последнего винтика, перед первым боем, конечно, волновался. И вот первый бой, атака, и вскоре в прицеле боевой машины появился вражеский танк с крестами на броне. Отличное знание техники, помноженное на отчаянную храбрость и неукротимое желание бить врага дали свой результат. Им удалось подбить немецкий танк. Противник отступил, оставив свои подбитые и горящие машины на поле боя, а наши части пошли вперед. После боя, когда улеглась горячка и спало нервное напряжение, они подъехали к подбитому ими немецкому танку. Танк не горел, и один из люков был открыт. Вероятно, погибли не все, и кто-то из членов экипажа противника остался жив и уполз своим. Осмотрели подбитый танк, увидели результаты своей работы и с оружием на изготовку заглянули в люк. На груди у одного из убитых немцев был знак с изображением танка, но осколки, поразившие танкиста, перебили его верхнюю часть. Константин взял этот танковый знак как боевой трофей после своего первого боя. Позднее Анна, окончив курсы медсестер, также ушла на фронт. Константин не дожил до победы, погиб в одном из боев уже на территории Германии. Они постоянно переписывались на фронте, и поэтому некоторые личные вещи и документы боевые товарищи Константина после его гибели смогли передать Анне. И она многие годы хранила их как память о войне и своей первой любви. К Немана в очередную юбилейную дату добавила простую чайную алюминиевую ложечку с надписью «Победа» и датами 1945-1985 год и красной звездой. Позднее все эти раритеты попали к влаше сестре Анне, и еще позднее попали ко мне. Эти простые, бесхитростные вещи, свидетели большой человеческой любви, мужества и отваги, защитников отчизны и наших уральцев, представлялись многою на ряде выставок в Екатеринбурге. За годы войны на конвейерах Уралвагонзавода было собрано более 25 тысяч легендарных танков Т-34. Было выпущено и много другой военной техники, в частности бронеавиакорпусов для штурмовиков Ил-2. Многое из того, что выпускалось на Уралвагонзаводе в годы войны, теперь можно увидеть в заводском музее. В память о беспримерном трудовом и боевом подвиге заводчан на площади перед заводом еще 8 сентября 1946 года, в день танкиста, был воздвигнут на высокий постамент легендарный танк Т-34. В день 40-летия Великой Победы, 9 мая 1985 года, танк был спущен с постамента, прошел торжественным маршем по улицам Нижнего Тагила и вновь вернулся на свое место. Молодое поколение должно знать и помнить нашу историю, знать, чего нам стоила Великая Победа, пришедшая уже такой далекой весной 1945 года. Вот я еще раз хочу показать обложку журнала «Уральский следопыт» и сам разворот статьи, где представлена моя статья и эти бесценные раритеты. Благодарю за внимание.